Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Они все подготовили для этого. К сожалению, мне неоднократно приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ. И то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра. Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам, и мир предупрежден. Значит, мир может и должен действовать». В украинском энергоатоме заявили, что уровень воды в пруду охладителей Запорожской АЭС, реакторы которой не работают с сентября 2022 года, остается стабильным. В свою очередь, в МАГАТЭ заявили, что ситуация на АЭС остается очень нестабильной. Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции крайне неустойчива. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и усугубила серьезные трудности для этой крупной атомной электростанции. Сейчас все стороны как никогда должны придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение ядерной аварии. Мы активизируем усилия по содействию в обеспечении ядерной безопасности, а также будем оказывать помощь пострадавшему региону другими способами. В Херсонской области подтопленными остаются 20 населенных пунктов, 3 на правом берегу и 17 на левом. Российские СМИ со ссылкой на представителей оккупационных властей сообщили об ударе по Чангарскому мосту, который находится на административной границе между Херсонской областью и Крымом, а также по старому мосту через Севаж. По их словам, для нанесения удара были использованы британские ракеты «Штормшедоу». Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что удар по Чангарскому мосту – планомерная работа сил безопасности, обороны, движения сопротивления местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти на эти территории. Мост в районе Чангара – один из трех мостов, соединяющих Крым и материковую часть Украины. До сих пор Чангарская переправа была одной из самых безопасных для российской армии по пути из оккупированного полуострова в Херсонскую область. По данным российских государственных информагентств транспорт перенаправляют через Армянск и Перекоп. Прокомментировала удары по Чангарскому мосту представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. «Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Разрушаем то, что враг не сможет использовать против нас. Логистика будет подорвана, возможности ее восстановления минимизированы. И это должно повлиять не только на моральное, но и на физическое и материальное состояние врага». Ночью прозвучали взрывы и в районе временно оккупированного Бердянско-Запорожской области. В час сорок в районе Бердянска прогремел громкий взрыв, который был слышен даже за 50 километров в селе Урзуф в Мариупольском районе. Местные жители сообщают о попадании вместо концентрации оккупантов на базе отдыха роза села Азовское Бердянского района. После прилета возник пожар. Зарево наблюдали более часа. В Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины продолжают введение наступательной операции на трех направлениях – Мелитопольском, Бердянском и Лиманском. «Силы обороны Таврического направления продолжают введение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Мы также должны выполнять планы по обороне в нашей зоне ответственности. Есть продвижение в сторону противника до одного километра. Речь идет о мерах тактического уровня, так называемое выравнивание фронта». За минувшие сутки Россия обстреляла 10 областей Украины. Есть погибшие и раненые. «За прошедшие сутки противник нанес один ракетный и 44 авиационных удара. В частности, было применено шесть иранских ударных БПЛА «Шахед». Все шахеды уничтожены. Также враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня». Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец заявил, что Венгрия фактически держит в плену украинских военных, которых ей передала Россия. Забрав военнопленных с территории России, Венгрия нарушила международное гуманитарное право, отметил он. Александр Яневский, Голос Америки.